Здравствуйте, я Мария и это Техновости. Пока все спали, в миру увидел новый суперкулер. В Thermalright Silver Arrow SBI в сравнении с обычной Silver Arrow число тепловых трубок удвоилось с 4 до 8. По-прежнему два вентилятора, но один из них 15, а не 14 см. Диаметр трубок, правда, уже не 8, а 6 мм, но за счет усиления теплотранспорта достигается выигрыш в 1-2 градуса в сравнении с Thermalright Arhom. Высота кулера теперь 17, а не 16,5 см, что ухудшает совместимость с корпусами. Рекомендованная цена комплекта с поддержкой сокета 2011 78 евро или 3120 рублей. Если вы думали, что мы оставили тему фотоаппаратов, то мы вас сейчас разочаруем. На японской выставке CP Plus 2012 компания Olympus продемонстрировала новый сенсор, который может двигаться практически в любую сторону, благодаря чему, очевидно, снимки и видеоролики должны стать заметно лучше, так как гасится любое дрожание рук. Но судя по видеодемонстрации, система довольно многообещающая. Элисис превращает iPad в гитарный процессор. Новинка от Элисис представляет собой гитарный процессор, построенный на использовании планшета iPad. Сигнал от электрогитары подается на вход с высоким импедансом. Второй вход с универсальным разъемом служит для подключения микрофона второй гитары или другого инструмента. Набор выхода включает симметричный и несимметричный выходы, разведенные на разъемы 1,4 дюйма. Кроме того, есть выход на наушники. Устройство также оснащено интерфейсами USB 1.1 и MIDI. Продажа устройства стартует в мае по цене 300 долларов или 8970 рублей. AMD комплектует Radeon HD 7770 таблетками для разгона. Да, вы не ослышались. И сегодня не 1 апреля AMD разослала вместе с образцами 3D-карты в лакончик с пилюлями VerdeTrol. Этикетка на упаковке предписывает употреблять по одной капсуле вентиляционное отверстие карты по 4 раза в день в качестве натурального средства для повышения производительности. Задача таблеток, по всей видимости, заключается в том, чтобы привлечь внимание к разгонному потенциалу AMD Radeon HD 7770. Однако разгон без труда может составить 1,2 ГГц. Обязательно протектируем. Motorola Green Plus новая раскладушка в стиле Razer. Всего за 4000 рублей или 100 евро компания Motorola выпустит новую раскладушку. Те, кому не нужны смартфоны, могут посмотреть характеристики на экране. Нам, безусловно, нравится фишка в виде огромных цифровых часов. Солнечная башня будет освещать Лас-Вегас по ночам. Компания Solar Reserve завершила основные работы по проекту создания солнечной электространции вблизи Лас-Вегаса. Данная электростанция будет использовать расплавленную соль для сохранения энергии, запасенной в течение дня, и передавать ее в город с наступлением ночи. Станция сделана в виде башни высотой около 165 метров. По расчетам создателей, данная электростанция сможет производить до 110 МВт электричества к концу 2013 года. Емкость хранилища позволит обеспечивать полную мощность на протяжении 10 часов. Таким образом, Crescent Dune Solar Energy Project может стать полноценным постоянным источником электричества, способным снабжать часть Лас-Вегаса. Летом компания планирует установить вокруг башни 10 тысяч зеркал, площадью несколько квадратных метров каждая. Эти зеркала будут отражать солнечный свет и направлять его в специальный приемник размером 30 метров. Зеркала будут располагаться на расстоянии более 3 километров вокруг башни. Unreal Engine 4 представит публике уже в этом году. Студия Epic Games приоткрыла завесу тайны, нависшую на неоднократно светящемся в сети четвертым поколением технологии Unreal Engine. В недавнем интервью вице-президент компании Mark Crane официально заявил, что новый движок покажется на публике уже в этом году. По словам топ-менеджера, люди будут шокированы тем, какое влияние окажут Unreal Engine на игровую индустрию. Наконец-то поддерживаются все фишки DirectX 11. На сегодня это все. С вами была Маша. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...